Более 500 мероприятий в городском округе Щёлково посвящены Дню воинской славы 9 мая. Центральный из них – военный парад «Микро-Айнчкаловский» на площади Ленина в центре города, а также народное шествие «Бессмертный полк» запланировано с участием тысяч зрителей. Обеспечение безопасности проведения праздника обсудили на заседании окружной антитеррористической комиссии. 9 мая вводится временное ограничение движения и парковки. Муниципальным учреждениям, организаторам мероприятий рекомендовано обеспечить ежедневное патрулирование и обследование объектов, и прилегающих к ним территории сотрудниками Щёлково до и после проведения мероприятий. Повышенные меры безопасности вводятся в образовательных учреждениях в преддверии последнего звонка, единого госэкзамена и выпускных вечеров, обводимых на этот год ограничениях родителям и ученикам напомнят на открытых уроках. Единые уроки ЛБЖ, ещё раз организовать, ещё раз перед каникулами, большими каникулами, это обязательно надо выполнить. Все мероприятия именно и с родительскими комитетами, ещё раз говорю, и с родительскими собраниями, с родителями вместе, и с нашими учащимися. Ежегодный балл выпускников в спорткомплексе Подмосковья с участием всех школ нашего округа и на этот раз должен пройти феерично и на высоком организационном уровне нужный опыт накоплен. Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что успех достигается при качественной организации взаимодействия с организатором, комитетом по образованию, территориальными органами безопасности, Востенциональной гвардии, МВД, МЧС и чёткому следованию плану и сценарию праздника. На заседании обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании. В этом году для детей и подростков будут организованы 20 лагерей с дневным пребыванием на базе школ и два загородных «Лесная сказка» и «Юнармеец». С этого года ужесточены требования к организации экскурсии групп детей, проводимых за пределами образовательных учреждений. Попали под запрет палаточные и религиозные лагеря, работа которых не санкционирована с надзорными органами. Все лагеря должны быть приняты комплексной комиссией до 24 мая, что мы и сделаем. На сегодняшний день идут работы где-то капитального характера, как в «Лесной сказке». «Юнармейцы» идут работы текущие по подготовке к летней оздоровительной кампании. С 1 мая на территории городского округа вводится особый противопожарный режим. Он предусматривает ограничения на разведение огня вблизи лесных массивов, не говоря о самих лесах. Поводом послужили умышленные поджоги травы. За 22 дня апреля 198 выездов пожарно-спасательные подразделения совершили только в границах зоны ответственности городского округа Щелково. Каждый из здесь присутствующих должен понять и осознать всю важность принятия и выполнения всех тех мер, которые прописаны в этом постановлении. На комиссии говорили и о сезонной активности клещей, пик которой приходится на май-июнь. В нашем городском округе ни один из 240 случаев присасывания паукообразных не признан опасным. Однако выезжающим в регионы неблагополучной по клещевому энцефалиту необходимо сделать минимум две прививки для выработки иммунитета. Михаил Налютов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».